Здравствуйте! Это «Универсальный формат» и в студии Юлии Чернеева. Прямой эфир у нашей программы и с большим удовольствием сегодня мы будем рассказывать вам о тех ярких, интересных событиях, спектаклях, выставках, которые в ближайшее время будут радовать вас, наши дорогие самарцы, гости города, своими какими-то удивительными выступлениями и экспонатами необычными. Телефон прямого эфира 202-11-22. Сегодня мы также для вас что-нибудь интересное разыграем, но и не с не меньшим удовольствием ждем ваших вопросов нашим гостям. Если есть они, ну не надо в себе держать. Звоните, задавайте, спрашивайте, уточняйте, комментируйте, вступайте с нами в дискуссию. Это всегда интересно, потому что наша какая-то такая вот обратная связь, ну в любом случае для программы важна. Так что не стесняйтесь, дерзайте. Напомню еще раз, номер 202-11-22. Разыгрываем мы сегодня пригласительные билеты в кино и пригласительные билеты в филармонию на выступление в такого удивительного вокального квартета из мужского монастыря. Называется «Квартет Притча» и выступают они 14 января в филармонии с программой «В Рождество». Так что все, я думаю, в ближайшее время будем разыгрывать. Ну а пока приглашаю вас окунуться в новогоднюю сказку. Именно так звучит тема нашей первой части нашего эфира. И эту самую новогоднюю сказку создавали и будут создавать для вас совсем скоро наши сегодняшние гости. Давайте знакомиться. Итак, с нами здесь автор сценария новогодней сказки «Буся», новогоднее приключение. Все верно же я назвала? Новогодняя история, прошу прощения, Галина Михайлова. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Самарская писательница, наш такой приятный, почетный гость всегда. А с нами также здесь руководитель театра песочной анимации «Песочница» Екатерина Зубкова. Здравствуйте, Катя. И вот, собственно, актриса Ярослава Трякина. Ярослава, здравствуйте. 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 Все как полагается. Скромность нашего украшения. Новогодняя история – это действительно что-то такое сейчас необходимо, тем более канун Старого Нового Года. У вас мероприятие совсем скоро 17-го, я знаю, еще 23-го. Галина, ну расскажи вообще, что это за новогодняя история такая? Это история о маленькой пятилетней дочке, девочке, которая попадает в волшебную страну, знакомится там с котами, с кошкой Милкой, с котом Паштетом. И они совершают свое путешествие в волшебной стране, знакомятся с королевой зимой. И девочка узнает, почему так важно слушаться родителей, почему нельзя обижать природу. То есть там есть такая назидательная часть в этой сказке. Как так все это родилось? Обычно Галину мы знаем как автора нашумевших романов о девушках, женщинах таких передовых, необычных, интересных. А тут бац и детская история. На самом деле давно уже меня просили написать что-то для детей, но я всегда говорю, что я не могу писать на заказ, не могу вымучивать что-то из себя. И еще были пожелания написать такую добрую историю, чтобы прочитать ее, и чтобы так тепло и светло как-то на душе стало. Ну, тоже пожелания были, но все это где-то, видимо, ждало своего часа. И потом мы познакомились с Катей, она помогала мне организовывать творческий вечер, мы там показывали рассказы, она иллюстрировала. И она меня вдохновила. То есть после этого родилась вот эта вот история, и мы ее протестировали уже на детках, и поняли, что действительно она интересна и полезна. Такой строгий зритель, детки-то они ведь все так воспринимают, нужно, чтобы не подкопаться. Я думаю, что дети это самый серьезный критик, потому что врать они не умеют вообще в принципе. И чувствуют ложь. Обязательно, да. Поэтому взрослый человек, он может сказать, да, мне понравилось, молодец, продолжай в том же духе, но ребенок так никогда не скажет, если ему не понравилось. Если не понравилось, то не понравилось. Да, скажет все как есть. Катя, расскажи, пожалуйста, как вообще ты начала свои занятия песочной анимацией? Как так случилось, что у вас теперь творческий союз, творческий тандем, фактически? Все началось так неожиданно и очень загадочно. Загадочно? Да, очень загадочная история. Мне приснился сон о том, что мне нужно заниматься песочной анимацией. Как-то вот так я решила, что это сон вещей, и начала заниматься песочной анимацией. Он один был в вещи, не было там миллион долларов под диваном найти. Нет, ну просто как-то такая предыстория. У меня племянник занимался песочной анимацией, но у него проблема с развитием речи. Я увидела, что очень хорошие результаты дает песочная анимация. Я как социальный педагог, психолог заинтересовалась. Жар-терапия такая, которая привелась результатом. Как раз в то время, когда я осталась без работы и не знала, чем заняться, поехала в Дивеево, и там мне приснился сон о том, что нужно мне заняться именно песочной анимацией. До этого я просто рисовала картинки для своего племянника. Мы посыпали песок в рамке. И как-то вот так получилось. Я нашла девочку, которая у нас обучает здесь в Самаре. Обучилась, несколько занятий взяла, и как-то она приняла мне к себе на работу. И все как-то закрутилось. Дальше уже начала сама обучаться, искать где-то что-то в интернете. И потом уже решила создать театр. Так получилось, что мне попросили позаниматься детьми с ограниченными возможностями здоровья. И тоже увидела, что хорошие результаты, и родилась идея создать театр. Уже год театру. У нас есть фотографии. Давайте посмотрим, Катя, рассказывайте. Вообще, как тяжело ли или сложно вот это, друзья, нарисовано песком? Это было нарисовано пять часов. Ровно пять часов я рисовала эту картину. Я видела однажды картину художника. Не знала его имя, к сожалению. Но мне очень понравилась его картина. Я ее запомнила и нарисовала на памяти. То есть по памяти немножко свое привнесла, и получилась такая картина. Это буси? Это буси, да. Это была репетиция. Это мы рисовали для детского сада. Какой-то необыкновенный песок нужен для этого? Обычный речной песок. Вот это вот то, что сейчас мы видим, это песок из Севастополя заказывал цветной. А так речным, обычным, нашим с Волги промывают, рассеивают. Все тут как цветочечки, это же все получается очень-очень-очень-очень скрупулезно. Надо репетировать. Есть репетиции какие-то, да? Очень много нужно рисовать, пробовать, чтобы получить. Особенно когда живое выступление, до живого выступления нужно обязательно отрепетировать раз 10 минимум. Ну, а каков терапевтический положительный эффект все-таки от арт-терапии, именно песочной анимации? Ну, для детей, например. Да, развитие детей, комплексное, скажем так, развитие. Это развитие речи, это развитие памяти, это коммуникативные навыки. В общем, дети, у которых проблемы с моторикой, очень хорошо помогает песочная терапия. У меня были детки, у которых были проблемы именно с моторикой рук. И после занятий, где-то полгода занятий, у них руки стали лучше работать, да. И как бы, ну, стали больше идти на контакт, речь стала развиваться. То есть даже вот у меня мой племянник, которому я, в принципе, училась в начале. У него были проблемы с речью очень серьезные. И вот благодаря этим занятиям он начал говорить и строить какие-то предложения. Ну, то есть сказки сам придумывал. И вот как бы родилась идея на создании. Это прямо настоящее творчество. Как это творчество завязано с действием на сцене, Галь? Вот как это будет все происходить? Расскажи чуть-чуть секрет. Это будет потрясающее зрелище. И поэтому я всем рекомендую прийти. Потому что у нас на сцене будут выступать три ребенка. Дети, они ведь не только врать не умеют, но они еще и потрясающие актеры. То есть... Ну, переиграть детей и животных, как говорится, это надо постараться. Да. И самая главная наша актриса – это Ярослава. Она сейчас сидит здесь в белом платьишке. И два кота – кот и кошка. Это Буланова Алиса, которой 8 лет, и Зубкова Анастасия, которой 9 лет. Они будут взаимодействовать. И здесь получится небольшой театр теней. То есть на задней части, на заднике, грубо говоря, Катя будет создавать свою песочную анимацию и декорировать представление. А дети будут играть и одновременно отбрасывать тень. То есть они будут общаться с теми персонажами, которых Катя будет создавать на песке. Ух ты, как вы закрутили. Да, там все серьезно, репетиции шли плотные. И мы очень стараемся и надеемся, что очень понравится. И дети из детской школы искусств номер 15 будут нам аккомпанировать. То есть будет живая музыка. Дети будут на сцене играть на виолончелях, гитарах и роялях. То есть у вас такой детский, получается, большой-большой творческий коллектив, который вот так друг за другом взаимодействует. Да, если честно, я ничего подобного не видела. И вообще не сторонник брать какие-то идеи и заимствовать. Вот родилось. Я вообще живу по наитию и думаю, что все в нашей жизни происходит не случайно. И как-то нас движет судьба. И думаю, что все это родилось вот поэтому. Что, наверное, мы делаем правильное дело. Кому-то приснилось что-то, кто-то написал. Как говорится, все это вместе взаимодействует. И у вас, друзья, есть удивительная возможность это все своими глазами увидеть. Ну и, конечно же, есть возможность сходить в кино. Почему нет? Мы сейчас разыгрываем пригласительные в киномечту. На любой из фильмов, пригласительные на два лица. Предлагаю сейчас взглянуть на один старый добрый фильм. Он 1980 года. Если вы угадали, что за фильм. Он так или иначе связан с сегодняшними какими-то событиями новогодними. В том числе, если угадали, звоните. 202-11-22. Я хочу Ярослава спросить. Ярослава, скажи, пожалуйста, кто такая Буся? Буся, это... Ну, кто? Это... Ну... Разволновалась девочка. А давай мы покажем небольшое... Девочка. Начало нашей истории. Давайте с удовольствием посмотрим. В маленьком деревянном двухэтажном домике мама укладывала дочку спать и читала ей сказку «При свете лампы». Мам, а чудеса бывает на самом деле? Конечно, бывают. Иногда, казалось бы, даже самые простые события в жизни – это настоящее волшебство. Ну, какие события? Ну, например, рождение ребенка. Для мамы это всегда чудо. А у меня тоже будет ребенок? Конечно, будет. Когда ты вырастешь, встретишь любимого человека, тогда и будет. Мама поцеловала дочку в мягкую пухлую щечку и укрыла одеялом. А теперь спать. Мам, а что такое любовь? Это когда ты смотришь на человека и хочется все-все ему отдать. И у тебя такая радость от того, что он рядом с тобой. Хочется подарить ему все. Хочется подарить ему все на свете. Даже любимые игрушки. Даже любимые игрушки. Ну, это слишком. Все игрушки. Я бы, пожалуй, отдала собачку Соника. Ну, того, у которого от уха отвались. Но мешку никогда. Вот такой вот кусочек нашего представления. Вот такие серьезные вопросы. Что такое любовь к маме? Да, я же сама мама. Мам, а теперь? Так что были вопросы, какие-то еще вопросы. И действительно, сейчас детки, они удивительны. У них возникают такие вопросы и такие рассуждения о жизни, которые я в своей сказке передала. И я думаю, что современным родителям будет тоже очень интересно посмотреть. И они узнают своих детей. Катя, тебе Настя задавала такой вопрос? Что такое любовь? Да, задает. Да, задает. Вот я вижу на афише, 9 лет человеку. 9 лет. Наверняка уже знаешь. Как же мама отвечала, если не секрет. Ну, конечно, я не так, как Галя отвечала. Но я, честно говоря, даже не припомню. Будет возможность вспомнить. Я думаю, что да, после спектакля мы с ней это обсудим еще раз. У нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Ах, сорвался звонок. Друзья, не стесняйтесь, набирайте номер 202-11-22. Мы разыгрываем билет в Киномечту. И с удовольствием предлагаем вам немножечко вспомнить удивительный фильм 80-го года. Что же за фильм мы загадали? Звоните. Есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана. Что же такое любовь, Светлана? Ну, это такое нежное чувство, которое люди чувствуют друг друга. Готова ли отдать все-все-все человеку, которого вы любите? Конечно. И даже игрушку самую любимую. Даже мишку. Спасибо просто. Даже мишку, понятно. А вот такая вот удивительная у нас история новогодняя, буси, новогодняя история. Как-то появилось желание сходить, посмотреть? Да, очень интересная задумка. И с песком, и с детишки. Всегда все интересно. И необычно. Такого нигде не видели. Вот. Самое главное, ключевое слово. Никогда еще не видели. Но у вас там детки на заднем плане, значит, будет вместе с ними интересно сходить. Пока же предлагаю вам взглянуть на экран и ответить нам на вопрос, что же за фильм мы загадали. Старый Новый год. Старый Новый год, конечно. Это, наверное, тот праздник, который отмечают только у нас в стране. И любят его не меньше, чем обычный Новый год. Спасибо большое вам за звонок. Я хочу спросить у Ярослава. Ярослава, ты уже приготовила себе платье, в котором ты будешь выступать? Да. Что это за платье? Это платье золотого цвета. А вот крыгалья, и вот это черненькое. Ох ты, модница какая. Понятно. Ну, как, кстати, вот слова учить, вот это все с детьми репетировать? Честно говоря, у меня чуть инфаркт не случился, когда Катя предложила, что дети без фонограммы будут в режиме реального времени на сцене говорить свои слова. Причем прямой речи там достаточно много. Ну, там диалоги, как бы это подразумевает. И самая большая роль, то есть она у нас в главной роли выступает. И у девочек, у котов тоже очень много слов. И я подумала, боже мой, как мы с этим справимся. Но вот шли плотные репетиции, и уже на последней репетиции в конце концов я успокоилась и думаю, что все пройдет замечательно. Я думаю, не зря мы старались и столько сил в это вложили, чтобы порадовать деток. Ну, вот я знаю, что вы 23-го числа даете еще благотворительный спектакль. Да, мы такие спектакли постоянно проводим. То есть я начала как раз с того, что показывала именно такие спектакли детей. И также ставила спектакли с детьми с ограниченными возможностями. У меня был спектакль для детей, у которых проблемы со здоровьем. Они показывали сказку, посвященную Днем Победы. Мы выступали на фестивале для людей с ограниченными возможностями. Они там и рисовали, и танцевали детки, то есть старались все делать под живую музыку. Так что очень интересно и необычно. Действительно, у нас в Самарской области такого нет вообще. В России, в принципе, тоже нет такого именно. Мне хотелось добиться именно, чтобы театр был интегрированный, чтобы детки были и здоровые детки, и детки, у которых осложнение здоровья. То есть это моя такая мечта, именно соединить и продолжать развивать. В этом году театру исполнилось ровно год. Хотелось бы дальше продвигаться. Благие мысли, благие дела. Ну что, друзья, у вас есть удивительная возможность с 17 января сходить на спектакль «Новогодняя история», «Буси новогодней истории» в ДК Победы. Я думаю, что хорошее настроение. Вам гарантированно. Всю подробную информацию ищите у нас в группе ВКонтакте. Куда, как, поскольку, где, что. То задавайте свои вопросы тем людям, кто эти спектакли как раз-таки организует. Вам большое спасибо. Бусе, удачи. Буся, Ярослава, спасибо, что пришла. Ты волнуешься? Нет. Ну и правильно, нечего волноваться. Все должно идти, как и должно. Ну а у нас впереди, друзья, информация для тех, кто, может быть, не знает, куда еще отправиться, как культурно развлечься, куда сводить друзей и гостей города или просто самим выбраться, в какой музей и где что дают. Давайте совсем скоро, через несколько минут мы это узнаем. Не переключайтесь. Наверное, мандарины еще в советское время пошло, да, на Новый год. Вообще, конечно, мясо, да все есть нужно. Все, что есть, витамины, свежая, здоровая пища. Вот оно, чтобы был здоровый цвет лица. Супы, щи, потом, ну, супчик харчо, например, тоже очень вкусно. Ну, такие вот прям, картошечку можно, овощи, фрукты, все самое полезное. Салатики, пачубы, оливье. А из продуктов? Из фруктов. Бананы, апельсины, мандарины. Зимой лучше всего фрукты и овощи, там, где витамины. Они как раз вот составляют основное питание этого организма. Потому что нагрузки большие, нет, только одна польза. Зимой, ну, во-первых, щи или борщ, так, первое. А второе, второе, каша гречневая. Мясо, рыба, фрукты, обязательно квашеная капуста, лимоны. Зимой же все едят салаты, особенно там оливье, после праздников, которые остаются. Ну, не знаю, ну, вообще, как бы лучше мясо, чтобы, как бы, вообще, надо больше есть зимой, чтобы, типа, тепло сберегалось. Зимний продукт, опять же, солнечный самый фрукт, это банан, вот, а то, что он желтого цвета, желтый перец, потому что, опять же, содержит виноградик через день, потому что тоже очень много солнечной энергии содержит. Зимой обязательно надо есть, во-первых, это железа много, обязательно, потому что истощение организма зимой. Все фрукты, они уже, там, не витамины, поэтому надо больше питаться витаминами аптечными. Ну, фрукты, овощи и мясо, конечно, тоже. Все, что желаешь, можно кушать, только в меру. Ну что, продолжается наш эфир. Телефон прямого эфира 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы. В ближайшее время будем разыгрывать, я вам уже говорила, замечательные билеты на выступление вот вокального квартета Раивского монастыря Притча с программой «В Рождество» 14 января, 19.00 в филармонии. Вопрос у меня такой. Как вы думаете, почему у будущего поэта Пушкина в детские годы не было новогодней елки? Звоните 202-11-22. Ну, а вам и нам, всем, друзья, повезло, потому что в наши годы можно увидеть все то, что было, может быть, недоступно или как-то не в таком широком распространении находилось все то, что было использовано, например, в прошлые годы. Вот, например, выставка, о которой сегодня мы будем рассказывать. Она не одна, много разнообразных экспонатов на этих выставках представлено. И об этом нам с удовольствием будут рассказывать наши гости. Ирина Саверидова, сотрудник Музея Модерна, искусствовед. Здравствуйте. Также с нами здесь заведующий домом Музея Ленина Майя Бразцова. Здравствуйте. Выставка «Девочка, барышня, дама» в доме Музея Ленина открывается уже совсем скоро, 15 января, в 12 часов. Что же за выставка такая, о которой все уже говорят, все СМИ и не только? Удивительная выставка из частной коллекции Татьяны Андреевны Макеевой. Это город Москва. Надо сказать, что с семейством Макеевых мы давно и плодотворно сотрудничаем, с самого начала 2000-х. Сергей Львович Макеев один из первых в России организаторов частных музеев. Он был владельцем музея Барона Мюнхгаузена в Москве. Да, и он привозил к нам замечательную выставку «Две жизни барона Мюнхгаузена», а затем еще одну выставку «Странствия Красоловы», которые пользовались большим успехом у жителей и гостей Самары. Вот теперь новая выставка, которая называется «Девочка, барышня, дама». Выставка, которая расскажет о жизни женщины во второй половине 19-го, в начале 20-го века. Это будет особый мир, начиная с младенческого возраста и завершая зрелыми годами через предметный ряд. Предметный ряд, который сопровождает женщину. Естественно, что это и одежда, и аксессуары, и увлечения, и пристрастия, и любовь. Это небезопасно вообще. Мне кажется, ходите туда все захочется потрогать, посмотреть, примерить. Будет ли такая возможность, или только посмотреть? Там будет много интерактива. Естественно, что подлинные предметы последней четверти 19-го века будут в закрытом хранении, но их можно будет рассмотреть, поскольку совсем недавно, 22 апреля прошлого года, у нас открылась специализированная экспозиционно-выставочная площадка, оснащенная самым современным музейным оборудованием. Каждый предмет можно будет рассмотреть тщательнейшим образом. Они в зоне доступа, в зоне видимости для каждого посетителя, начиная от самых юных и завершая людьми зрелого возраста. Так что можно будет внимательно рассмотреть каждый предмет. У нас есть фотографии, вот как раз-таки немножечко совсем. И мы увидим на фотографиях, как раз-таки, Татьяну Андреевну и Сергея Львовича Макеевых. Ну, я не знаю, хочется, если честно, сразу так раскрыть такой веер, как-то помахать вокруг себя. А что, может быть, необычного там такого есть, что вы уже так вот одним глазком взглянули, разбирая коробки, вот привезенные для экспозиции? Ну, вы знаете, для меня было очень много откровений. Дело в том, что каждая витрин у нас будет содержать так называемый загадочный предмет. Это абсолютно архаичные вещи, вышедшие из употреблений. Но название этих вещей мы с вами встречаем на страницах произведений классической русской литературы. Это, например, шатлен, или пресс-папье, или пресс-бювар, или еще масса других вещей. Ну, например, меня поразила такая штука, как... Пресс-папье – это печать? Нет, пресс-папье – это специальный такой предмет, которым просто прижимали бумагу к столу для того, чтобы ее не раздувало, если форточка или окошко в доме открыты. А вот пресс-бювар – это такая штука, на донышко которой приклеена промокательная бумага – это та штука, которая вот лишние чернила со странички убирала, для того, чтобы при переворачивании страницы не было клякс и не смазывалась написанная обычной перевой ручкой. Представляю, сейчас приходит девушка в университет, достаёт пресс-папье, пресс-бювар и начинает... Ну, нет, к сожалению. А ещё и песочницу можно было достать. Хотелось бы. И это такой предмет, напоминающий современную салонку с дырочками, куда засыпался песок. И можно было, кстати, во времена Пушкина-то это и делалось, написанное «присыпали песком из такой вот песочницы». А зачем? А для того, чтобы опять-таки впитать лишние чернила. Потом этот песок просто стряхивался. Слушайте, ну, раньше ведь душили письма. Да, конечно. И вирадуши, и носовые платочки – это был тоже свой особый аромат. Аромат, да, конечно. И духи будут, да. И мы, наверное, ощутим и запах лаванды, и запах розового масла. Ну, хотя бы в собственном воображении. Ну, хотелось бы, друзья, девочки, мальчики, бабушки, мамы, те, может быть, кто интересуется искусством, модой или какими-то другими интересными предметами тех времён. Я думаю, будет для вас интересно это сходить, посмотреть, ощутить. Но наш вопрос по-прежнему висит в воздухе. Почему же у маленького Саши Пушкина не было новогодней ёлки? Кто же нам ответит на этот вопрос? Мне кажется, вот наши гости-то могут догадываться. Но подсказывать не стоит, наверное, нашим зрителям. Либо можно сделать, конечно, какую-то подсказку. Но если уж мы совсем не добьёмся, от вас никакого ответа. А там будет ли расшифровка, кому принадлежали эти вещи? Какая-то история, может быть? На самом деле, ведь вся эта коллекция Татьяне Андреевне досталась от её родственниц, от её замечательной прабабушки, корни которой, кстати, связаны с Самарой. Здесь была аптека Руне, владельцем которой был как раз вот дедушка этой самой прабабушки Татьяны Андреевны. Это было в конце 60-х годов. Так что, как видите, это были очень известные люди. Кстати, прабабушка Татьяны Андреевны была знакома, представьте себе, с самим Георгием Валентиновичем Пельхановым. И познакомилась нигде бы то ни было, а в Женеве. Мне кажется, она была невероятной красавицей. Да, ещё она была одной из первых русских женщин-врачей. Кстати, Татьяна Андреевна унаследовала по материнской линии вот эту профессию. Она детский врач. То есть вот она, преемственность поколений. Удивительно. Но, друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы, звоните, задавайте, потому что мне хочется рассказать вам ещё об одной выставке. И очень хочется, чтобы вы увидели, посмотрели. И картины невероятных цветов, невероятных каких-то фактур. Там что-то изображено, может быть, не сразу понятно. Но за этим у нас следят строго в музее Модерна. Они любят что-то такое эдакое к нам привозить, выставлять, чтобы все ходили, головой крутили и задавали вопросы. Но, тем не менее, также 15-го числа, но уже вечером в 18.00 открывается выставка работа Герарда Вагнера «Космическая сила цвета». И я предлагаю на них посмотреть сейчас, а Ирина нам расскажет вообще, кто эти вот люди, я так понимаю, даже всё-таки семейная пара, как вот решили выставить, для чего, кому это будет интересно. — Герард Вагнер — это швейцарский художник XX века, и его работы относят к направлению духовного модерна, к так таковому. — Ну вот вы любите такой, разный модерн. — Конечно, мы занимаемся модерном, и мы должны изучать и эту сторону также, этой эпохи. Всего будет представлено 37 работ, и работы везены вот в Россию всего на год из швейцарского фонда Герда и Элизабет Вагнер. — Так приятно смотреть на них почему-то, я не знаю, такие цвета какие-то. — Они очень яркие, и они, по словам самого куратора, который привезла нам эти работы, они обладают определенным воздействием. То есть как раз Вагнер говорил, что любой цвет как-то определенно воздействует на человека. И у него как раз сам цвет формирует фигуры. То есть он как раз отталкивался от цвета, и что они значат, и как они как раз влияют на человека. И он как раз стал таким отцом арт-терапии, который, в принципе, все психологи. — Ага, вот я сижу и думаю, что-то вот очень напоминает мне. Какие-то раскрашки, может быть, какие-то такие мазки у него интересные, смешение цветов. А почему? То есть он лечил своими картинами как-то или ими как-то после его, может быть, смерти лечили? После его смерти он положил основу вот этого направления арт-терапии в Европе, которое очень популярно как раз вот за рубежом. Но у нас, конечно, психологи тоже это применяют, но Герард Вагнер не так хорошо известен у нас в России, поэтому вот мы решили показать его работы и познакомить публику Самары вот с таким удивительным художником, который оказал большое влияние на, в принципе, искусство и культуру XX века. — Ну тут если кто-то приустал после выходных и праздников, я так понимаю, за арт-лечением нужно идти в музей Модерна. — Ну можно сказать. — Потому что необыкновенные, конечно, цвета, и что-то хочется там поглядеть, посмотреть. Все равно уже это часть, только маленькая часть тех картин, которые представлены. Ирина сказала, что их в районе 30 и чуть больше. Друзья, ну я думаю, стоит сходить, обязательно прикоснуться к прекрасному. У нас есть звонок. Давайте принимать, как вас зовут. Здравствуйте. — Здравствуйте, меня зовут Тамара. — Тамара, очень приятно. Тамара, как ваши новогодние праздники? — Отлично. — Отлично. То есть подлечиться терапией, арт-терапией не нужно? Все хорошо у вас? — Нет, нет, все хорошо. — А вот зря. Мне кажется, в любом случае она необходима каждому. Ну так, может быть, вы нам ответите на вопрос, почему же у маленького Сажи Пушкина не было елки новогодней? — Потому что когда он был маленьким, елка не считалась новогодним деревом. С середины 19-го века только елку стали наряжать и считать новогодним деревом. — Вон оно как. Ну, действительно, это правильно, это правильный ответ. Может быть, родилась бы еще какая-нибудь серия стихотворений Пушкина о елке, но, к сожалению, нет ничего такого. Им не повезло, как повезло, может быть, нам. И в любом случае, спасибо за правильный ответ, отправляйтесь на концерт в Рождество, 14 января, филармония. А вот вы, сотрудники разных музеев, вы ходите, вы принадлежите, грубо говоря, к одному такому, да, большому, так скажем, как сказать, союзу разных музеев. Ходите ли вы друг к другу в гости? Смотрите ли на свои какие-то разные экспозиции? — В свободное от монтажа и демонтажа выставок время. — Понятно. То есть практически очень мало на это остается времени. — Да, на свободное время, конечно. Мало, да. — А что еще, может быть, есть у вас в музее Ленина в данный момент, допустим, такое постоянное? — Ну, во-первых, ведь необычен сам дом, где располагается музей. Это городская купеческая усадьба последней четверти 19-го века, которая сохранилась во времени практически без утрат домовладений самарского купца Илья Алексеевича Рытикова, который в этом доме на первом этаже в историческое время 80-е годы 19-го столетия держал ринцковый погреб и лавку сопутствующих колониальных товаров. Вот у нас как раз на первом этаже и воссоздан историко-художественный фрагмент такой лавки, где Рытиков продавал на вынос буквально десятки наименований различных русских иностранных виноградных вин. Рентвейны, портвейны, модеры, фересы. — Запрещенки торговали. — Да. Горькие водки, сладкие водки. И вот подлинные бутылки, найденные прямо в нашем доме во время реставрации, представлены в экспозиции этой лавки Рытикова. Кроме того, он там продавал колониальные товары, чай, кофе, специи, сигары, сигареты. — Ну вот, говорю, запрещенка. — Парфемерную продукцию. И опять-таки баночки, скляночки всевозможные. От подлинных предметов, которые реализовывались в этой лавке, у нас представлены во фрагменте историко-художественной реконструкции лавки Рытикова. Это все можно увидеть в нашем музее. — Жаль, нельзя попробовать. — Ну, у нас лежит настоящий кофе и чай. — Серьезно? — Так что запах можно ощутить, безусловно, да. — А вина не осталась? — Нет, вина, к сожалению, не осталась. Ну вот, а на втором этаже у нас развернута стационарная мемориальная бытовая экспозиция квартиры семьи Ульяновых в Самаре. — Кто еще не был, я прям призываю сходить. И интересно, она пожелала не только и не столько тем, что там жила семья Ульяновых, а тем, что она не фрагментарно, а подробно в деталях воссоздает атмосферу жизни семьи среднего достатка, самарской семьи. Причем конца 80-х, начало 90-х годов, 19-го столетия. Потому что Ульяновы не обрастали вещами, приезжая на новое место жительства. Они все приобретали по месту, так что вся мебель имя закупалась здесь у нас в Самаре на дешевых распродажах. Это типичная обстановка, характерная для той обстановки, которую имели наши с вами прапрадедушки, прапрабабушки в последние четверти 19-го столетия. Очень уютная, милая стационарная экспозиция. Там изобилие белого цвета, белые салфетки, белые покрывалы, белые шторы. Потому что Мария Александровна, мать Владимира Ильича, была таким очень тонким психологом. Она понимала, что белый цвет – это замечательный релаксант, что это цвет торжества, цвет праздника. Потому что везде были всегда белые салфетки. И в то же время это тот цвет, та цветовая гамма, которая заставляет человека сосредоточиться, организоваться. Помните, когда мы учились в школе, у нас были торжественные дни, обязательно был темный мисс, но белый верх, да? Это цвет парада, цвет праздника. В общем, там тоже особая атмосфера, и там также можно отдохнуть, наверное, как и на выставке Вагнера. Наш музей тоже обладает особыми, наверное, психотерапевтическими, слебными свойствами. И потом посещение таких музеев, которые воссоздают атмосферу прошлого, они позволяют посетителю представить вот неразрывность эпох. Потому что ведь история нашей страны, она началась не в 1917 году и даже не в 1991. Это как в музей Модерна, приходишь на одну выставку, но так или иначе ходишь еще там по каким-то... Я знаю, что у вас еще же тоже есть какие-то выставки, какие-то экспонаты, экспозиции, которые можно посмотреть, придя, например, на Вагнера поглядеть. Да, конечно, кроме постоянной экспозиции у нас есть, вот буквально месяц назад открылась выставка «Дипломаты и дипломатия» про дипмиссии в период Великой Отечественной войны. Потом есть выставка «Джентльмены предпочитают». Я на ней была, она очень-очень интересная. Это противовес дамам и девочкам. Да, абсолютно, вот точно. Там чисто мужские штучки. Да, чисто мужской мир, начало 20 века. Плюс у нас вот сегодня тоже открылась такая небольшая выставка одного предмета, которая называется «13 открытий». То есть это буквально просто, пожалуй, хит, можно так сказать, нашего музея, потому что билет на это будет стоить 20 рублей всего. Но каждый раз, каждый месяц будет меняться новый экспонат, и никто не будет знать, какой будет экспонат следующий. То есть играете со своими посетителями. Как можете. А экскурсии под, так скажем, основную часть дома вниз также продолжаются? Там же у вас, по-моему, тоже экспозиции? Да, там как раз находятся вот дипломаты и дипломатии, и, конечно, мы туда водим, показываем, рассказываем. Это вообще очень интересно. Само как, какой подвал был в купеческом доме, в одном из богатейших купеческих домов. Слушайте, ну если вы еще, друзья мои, не были ни в музее Ульяновых, не внизу, в подземелье, так скажем, том самом, в котором ходят легенды, дом украинских музеев Модерна, ну, я не знаю, надо обязательно сходить, потому что в любом случае, так или иначе, это часть нашего города, часть нашей истории. И уж до 15-го можно дотерпеть и объединить все такое, мне кажется, приятное с полезным, с очень приятным и с очень полезным. Большое спасибо вам, что пришли, что рассказали. Я думаю, что вот в эту пятницу уж неравнодушные дамы и тем, кому надо все-таки немножечко арт-терапии-то после новогодних праздников восстановиться, в любом случае к вам заглянут и придут. Ну, а что касается вас, дорогие друзья, так или иначе, в течение всего января мы будем вам рассказывать о тех событиях, тех мероприятиях, которые будут проходить в нашем городе. И если вам есть о чем рассказать, и вы хотите стать участником нашей программы, смело можете обращаться к нам в группу программы «Универсальный формат», оставлять заявку, оставлять тему эфира, которой хотелось бы принять участие. И мы с большим удовольствием вас пригласим сюда, в студию, и вы станете также участником этой передачи и расскажете о своем творчестве, о своих каких-то удивительных акциях, событиях и мероприятиях. Ну и, конечно же, всю подробную информацию о тех выставках и мероприятиях, о которых мы сегодня говорим, ищите также в нашей группе. Мы всегда размещаем все явки, пароли, все ссылки на те группы и встречи, которые организуют наши гости специально для вас. Спасибо большое, что были с нами. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова